Здравствуйте! Это информационная программа «День за днём» в студии Анастасия Терехова. Мы расскажем о самом важном в жизни Тобольской региона на этот час. В школах Тобольска открыли парты героев в память о выпускниках, погибших при исполнении воинского долга. Патриотическую идею реализует по инициативе членов общественной организации «Герои Урала». Подробности в следующем сюжете. В 15-й школе Тобольска хранят память о своем выпускнике. Здесь открыли парту героя имени Андрея Подрезова. Он погиб 10 августа 1996 года в Грозном при исполнении воинского долга. Награжден орденом мужества посмертно. Вспомнить патриота пришли герои России Олег Косков, мама – педагоги и школьники. Есть такое поощрение, сфотографируется развернутое знамя полка. У нас в Министерстве обороны только есть развернутое знамя полка. Это как поощрение было. Сейчас поощрение, сесть за парту, что они и подтягиваются по дисциплине, и по спорту, и по учебе. Это для них стимул. Особое ученическое место, где размещена фотография, информация с фактами биографии и заслугах Андрея Подрезова, появилось в одном из кабинетов начальных классов. Если старшие классы как-то в беседах, они воспринимают это, а это, представляете, надолго остается. Потому что именно с малых лет мы должны воспитывать патриотизм в наших детях. И прилетел вдруг горящий металл, смертельную рану оставил. Но выдержал все этот русский солдат. С родными предсмертью прощались. А в 17-й школе открыли парту героя имени Данилы Шестакова. С начала специальной военной операции он отправился в зону боевых действий. 3 октября 2022 года героический погиб в Херсонской области, выполняя свой воинский долг. Награжден орденом мужества посмертно. Почтил память выпускника, герой России Владимир Шарпатов. То, что теперь его имя будет носить эта парта, это очень важное событие. Потому что у нас в русских есть такое понятие. Человек жив до тех пор, пока о нем помнят. За парту героя сядут отличившиеся школьники. Это будет способствовать патриотическому воспитанию детей. Потому что все-таки родину надо любить, она у нас одна. И очень, конечно, жаль, что именно таким примером мы будем детей приобщать к этому всему. Но я думаю, что патриотические качества однозначно будут вырабатываться. Проект «Год героев России» реализуем общественной организацией «Герои Урала». В 2023 году проходят мероприятия, направленные на патриотическое воспитание детей и молодежи. Елена Макова, Михаил Куричко, Тобольское время. 70 лет назад на скважине в селе Березово ударил первый газовый фонтан. Знаменательную дату отмечают 21 сентября. В этот день небольшая группа специалистов во главе со старшим инженером Григорием Сурковым продолжала проводить геолого-разведочные работы, которые ранее не принесли результат. Они начали поднимать инструменты, внезапно из глубины послушался гул. Люди не могли понять, что происходит. В этот момент в небо ударил столб воды и газа. Оказалось, что месторождение все-таки есть. О людях, которые внесли огромный вклад в развитие области, рассказывает выставка «Путь героев». Она открылась в Тюмени в рамках промышленно-энергетического форума ТНФ. Накануне ее осмотрели заместители председателя правительства России Александр Новак и губернатор Тюменской области Александр Моор. Почти 100 человек посещают за день социальную столовую в Тобольске. В меню горячий суп, ароматный чай и даже сладости. Но не только еда привлекает сюда табляков. Нуждающиеся находят здесь понимание. О добрых делах волонтеров расскажет Наталья Китова. Гусейн Ибрагимов, а для друзей просто гена, попал в трудную жизненную ситуацию. Мужчина получил травму, лишился руки. Работу найти не смог. Олеся Стригова протянула руку помощи. В меню суп с майонезом или сметаной. Хлеб. Всегда есть горячий чай с конфетами. До этого волонтеры кормили людей на улице с наступлением холодов. Это стало сложно. Все началось очень давно. Года три назад, наверное, мы начали кормить на улице небольшим количеством людей. Потом стало холодно. Мы замерзли. Решили арендовать маленькое помещение. Открылись там. Как-то так быстро все завертелось, что к нам стали приходить все больше и больше людей. И стало не хватать нашего помещения. Тогда наш морг города выделил нам это помещение. Мы сделали ремонтик. Команда активистов из фонда «Время жить» сделали своими силами ремонт. Здесь есть маленькая кухня, два зала для обедов и гуманитарный склад. Хото просто людям помогать. Олеся организовала такой проект в прошлом году. Они первоначально кормили на улицах. На улицах я с ними не участвовала. А когда они перво открылись, то в шестом микрорайоне, то есть мы принимали участие уже. Мы начинали оттуда, потом здесь нам выделили место. И сейчас уже здесь три раза в неделю мы здесь организовываем, кормим. Примерно до ста человек в день мы кормим. Каждый день, каждый месяц число растет. Это и бабушки, и дети из неблагополучных семей, и очень много инвалидов, пенсионеров, людей, которые сейчас находятся в зависимости, безработных, бездомных. Здесь не только обогреют и накормят, но и предоставляют одежду, помогают восстановить документы и даже найти работу. Мы сотрудничаем с другими благотворительными фондами, которые дают кровь каждому, кто попал в трудные ситуации. С разными лидерами центров реабилитационных тоже сотрудничаем. Но возможности фонда ограничены, средств не хватает. Поэтому просят помощи у неравнодушных табаляков. Желательно продукты, которые будут идти в суп. Если у кого-то есть желание помочь, например, макаронами или какими-то другими крупами, то есть мы это будем только раздавать людям, которые нуждаются в этом. Поэтому мы принимаем как кухонный инвентарь, так и продукты, и одежду. Мы принимаем все. Нужны финансовые средства и на оплату текущих счетов, посуды. Обращаться можно напрямую к Олесе Стриговой, ВКонтакте, или в социальную столовую в дни ее работы. Она открыта три дня в неделю, понедельник, среду и пятницу. С часу до 14.30 по адресу 6 микрорайон, дом 120 Д. Наталья Китова, Рустам Рузеев, Тобольское время. 21 сентября православные отмечают Рождество Пресвятой Богородицы. Во всех храмах Тобольской митрополии совершили торжественное богослужение. Верующие вспоминали предания о рождении Матери Христа. Родителями Девы Марии были Иоаким и Анна. До преклонных лет супруги были бездетны. За терпение, веру и любовь к Богу и друг к другу Господь послал им ребенка. Пресвятая Богородица явилась тем избранным Богом-сосудом, который вместил в себя Бога-человека, Господа нашего Иисуса Христа, который родился в мир и совершил дело нашего спасения. Сегодня, в этот день, и великое историческое событие произошло, Куликовская битва. В Софийско-Успинском соборе Тобольского Кремля помолили из-за святого благоверного князя Дмитрия Донского и воинах русской рати, одержавших победу в 1380 году над монголо-татарскими войсками. После обновления первого корпуса школы номер 16 жители 10-го микрорайона получили центр досуга и спорта. Число желающих заниматься там в секциях выросло в разы. На занятиях побывала наша съемочная группа. Отработка ключевых ударов идет на новых мешках. Зал для бокса в 16-й школе Тобольска обновили полностью. Здесь отремонтировали ринг, поставили новые шкафы, сделали больше зеркал. Всесторонний обзор создает преимущество на тренировке. Закуплены груши специальные, анатомические, где можно отрабатывать все удары. Это как удары снизу, апперкоты, прямые удары. На стенные груши поставили, которые у нас раньше не было. Здесь тоже более акцентированный удар отрабатывается. Сила удара. Тренируются здесь и новички. Опытные спортсмены. Более 50 учеников 16-й школы занимаются боксом в трех группах. Восемь кандидатов в мастера спорта. Имеется множество наград на всероссийских и областных соревнованиях. Тут хорошо, уютно. У меня будет больше опыта. Я смогу больше выигрывать, занимать первые места. В 16-й школе появился зал для самбо, тенниса, тир, обновился бассейн. Прилегающая территория стала зеленым островом. Здесь отремонтировали футбольное поле. В теплую погоду дети будут играть с мячом, а зимой заниматься хоккеем. Очень удобная, клевая площадка. Мы с друзьями постоянно играем. Зимой можно хоккей кататься. Первый корпус 16-й школы капитально отремонтировали в рамках программы развития городской среды «Тобольск настоящий». Она реализуется правительством Тюменской области, администрацией Тобольской и компанией «Сибур». После обновления школы число желающих записаться в спортивные секции выросло в несколько раз. Очень популярными в этом году стали такие виды спорта у ребят, как самбо и кудо. Очень популярен и футбол, и регби, и легкая атлетика. Так что я думаю, что вот эта обновленная наша спортивная инфраструктура, полученная в подарок, она просто позволит нам вырастить новых чемпионов. В первом корпусе 16-й школы учатся более 1300 детей. Все они активны в разных направлениях спорта. Шамиль Гулиев, Михаил Куричко. Тобольское время. В Тобольск с медалями вернулся Николай Хлупенков. Спортсмен завоевал три награды на всероссийских и областных соревнованиях. Причем выступал он в разных видах – в баскетболе и в плавании. Все в деталях узнали наши корреспонденты. Тоболяк Николай Хлупенков, несмотря на свой недуг, ведет активный образ жизни. Он успешный баскетболист, играет за сборную Тюменской области. Недавно вернулся из Санкт-Петербурга – всероссийского турнира по баскетболу на колясках, где команда региона «Шанс» завоевала бронзу. Турнир проходил в три дня, в четыре. И я хочу поблагодарить своего начальника спортивной школы номер один за то, что он меня вообще отпускает на эти соревнования. И я принимаю в них участие, и мы занимаем недостойные места. Всего одно очко отделила сборную команду Тюменской области «Шанс» от серебряной медали. 13 очков наши спортсмены не дотянули до первого места. После соревнований по баскетболу Николай решил принять участие в чемпионате Тюменской области по плаванию. «Сразу прилетел с корабля, можно сказать, на бал в город Тюмень. В четыре утра прилетел, соревнования уже в десять утра, но благо того, что еще были соревнования в два дня. И 14-го я не попал на соревнования на дистанцию 100 метров, а в 15-го попал на 50 метров и на 200. 50 метров я занял второе место, а 200 метров я был первый». Плаванием Николай никогда не занимался профессионально. Все навыки получал самостоятельно. Расспрашивал опытных тренеров и просматривал ролики в интернете. «В моей жизни как бы все само собой. Жил я в поселке Сузгун, Верхний Филатова. Там речка Козловка рядом. Я все детство провел на этой речке. Много человек подсказывало, что правильно делать, но технику поставила иллюза. Правильно, как сказала. «Я до этого участвовал в чемпионате России по плаванию в городе Кюмени тоже проходил. Ну, я там первый бассейн прошел как бы хорошо, лидирующий, а потом я немножко хлебанул воды». «Я считаю, что это, во-первых, подвиг. Вообще люди с ограниченными возможностями, у них в плавании, как сказать, больше шансов проявить себя, показать то, что они не самые слабые люди». За лето мужчина испытал себя в прыжках с парашютом и джампинге. Сейчас Николай готовится к новым состязаниям на спортивной арене. Анастасия Плюснина, Наталья Китова, Михаил Куричко, Тобольское время. Теплая осень продлила грибникам радость тихой охоты. В Тобольских лесах встречаются в основном опята. Их дружные семейки одаривают почти каждого. Когда уже нет белых, грибы-зонтики воспринимаются как деликатес. Многие считают, что они чем-то напоминают куриное мясо. Знатоки признают осенние опята, растущие на березах, чтобы уберечь себя от опасности. Не каждый, даже опытный грибник, отличит их ядовитых двойников. Первое и главное правило – не уверен, не бери. Отравления грибами бывают. Одна из причин – непереносимость человеком лектинов. Это белки, которые содержатся в некоторых видах опят. Врачи советуют не расширять время сбора грибов и их ассортимент. Далее прогноз погоды. Смотрите нас и в телевизионном эфире, и в социальных сетях. И подписывайтесь на наш телеграм-канал. QR-код для перехода сейчас на вашем экране. Будьте всегда в курсе всех событий. И до встречи. 22 сентября в Тюмени плюс 17, в Сургуте и Нижневартовске плюс 12, в Казани – 22, в Санкт-Петербурге и Москве – 24. В Тобольске дождь, гроза. Утром плюс 13, днем до плюс 15, ночью плюс 5 градусов. Ветер северо-западный до 5 метров в секунду. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова